Сказка Шарля Перро «Кот в сапогах» Было у старого мельника трое сыновей. Перед смертью велел он им расстелить его имущество между собой безо всяких судей и нотариусов, которым он не слишком доверял. А добра у него осталось немного. Мельница – её получил старший сын, осёл – его забрал средний, да чёрный кот, который достался младшему. Конечно, от кота пульсы мало, и наследник ясное дело загрустил. «Повезло братьям», – вздыхал он, – «могут муку молоть или поклажу водить, а мне хоть пропадай. Ну, сварю я из этого кота суп, съем, а дальше что? Его шкурки даже на воротник не хватит». А кот эти речи услышал, но виду не подал, а постарался утешить бедняку. «Ладно, хозяин, не грустите прежде времени. Лучше раздобудьте для меня маленькие сапоги, чтобы удобнее было по лесу ходить. И дайте мне мешок, а там поглядим, стоит ли жалеть о таком наследстве, как я». Сыну Мельника ничего не оставалось, как поверить коту. К тому же он вспомнил, какие чудеса, ловкости и смекалки показывал этот хитрец, когда охотился за мышами и крысами. Всё спящим прикинется, то на задних лапах повиснет, то в зерно по самые уши зароется. От такого всего можно ожидать, а других помощников всё равно нет. Так что он выполнил просьбу кота, да ещё и шил ему из старых тряпок накидку и шляпу. Как только кот получил всё это, он тут же нарядился, надел сапоги, закинул за плечи мешок и отправился в ближайший лес, где было множество кроличьих нор. Там он нарвал заячьи капусты, набил ею мешок и положил его посреди поляны. А сам предварился спящим в надежде, что какой-нибудь неопытный кролик по глупости залезет в эту ловушку. Так оно и случилось. Не прошло и пяти минут, как в мешке затрепыхался упитанный крольчонок, ещё незнакомый с коварным и хищным нравами грешного мира. Наш охотник моментально затянул верёвку и, не мешая, отправился со своей добычей прямиком во дворец. Стражники при виде кота в человеческом наряде до того удивились, что сразу пропустили его в королевские покои. Оказавшись перед королём, кот отвесил ему глубокий поклон и премяукал. «Ваше Величество, мой господин Маркиз де Карабас, это имя он придумал для своего хозяина, велел мне преподнести вам это скромное подношение кролика из его собственного леса. Очень мило с его стороны улыбнулся король. Поблагодари Маркиза от моего имени. Я очень люблю жаркое из кролика». Через несколько дней кот снова отправился на охоту и на этот раз поймал в сумешок двух куропаток. Его Величество с благодарностью принял и этот подарок. Жареные куропатки ему тоже были по вкусу. В течение почти трёх месяцев кот постоянно носил во дворец пойманную им дичь, выдавая её за охотничьи трофеи Маркиза де Карабаса. И вот однажды кот разузнал, что король со своей дочкой, прекрасной принцессой, собирается прокатиться в карете вдоль реки. «Теперь настал и ваш черёд действовать», — сообщил он хозяину. «Удача сама идёт к нам в руки. От вас только требуется, что раздеться. И зайти в реку. А об остальном не беспокойтесь. И ещё запомните. Отныне вы Маркиз де Карабас. Хотя сын Мельника и не понял, для чего это нужно, он послушно выполнил всё, что ему велел его верный слуга. Вскоре к тому месту, где он купался, подъехала королевская карета. Поджидавший в кустах кот бросился ей на перерез с отчаянным криком. «На помощь! Спасите! Маркиз де Карабас тонет!» Его величество выглянул из кареты. Увидел кота и сразу узнал днём поставщика дичи для королевского стола. Поняв, что произошло, он немедленно послал слуг на выручку тонущему маркизу. Пока несчастному помогали выбраться из воды, кот повидал королю о том, что у маркиза во время купания какие-то воры украли весь его роскошный наряд. Конечно же, настоящие хозяйские обноски этот хитрец заранее сунул под большой камень за кустами. Добрый государь тут же приказал лакеям, как можно скорее привезти от дворца лучший костюм из его собственного гардероба, чтобы одеть пострадавшего. Сын Мельника был и так недурён собой, а в королевском наряде стал и вовсе красавцем. Юная принцесса, увидев его, сразу это заметила, а когда он, поклонившись, взглянул на неё, восхищённый и вместе с тем подшительно, её щёки порозовели, а сердечко забилось. На её отца знатный юноша тоже произвёл приятные впечатления. Его величество решило не оставлять своей заботы, а о нём пригласить маркиза в свой экипаж, чтобы вместе продолжить прогулку. Тот с благодарностью принял приглашение, а кот в сапогах, видя, что всё идёт как по маслу, пустился бежать впереди кареты. Пробегая мимо луга, он увидел крестьян, косивших высокую траву. «Эй, косари!» — крикнул он. «Имейте в виду, если вы не подтвердите перед королём, что всеми этими лугами владеет маркиз де Карабас, вас всех повесят и четвертуют». В это время подкатила королевская карета, и король спросил, высунувшись из окна, «Чьё это сено вы косите?» — маркиза де Карабаса дружно ответили напуганные странным котом крестьяне. «О, да у вас славные земли!» — любезный маркиз похвалил король. «В самом деле, ваше величество!» — отвечал маркиз. «Сено здесь действительно неплохое». А проворный кот в это время уже пугал жнецов на соседнем поле. «Эй, мужичьё, если вы не хотите, чтобы вас порубили в капусту, отвечайте королю, что этим полем владеет маркиз де Карабас». Следом, как и ожидалось, подъехал король. «Кто хозяин этого поля?» — спросил он. «Маркиз де Карабас». Услышал его величество в ответ и снова подъявился обширным владением своего спутника. То же самое повторилось на нем остальном пути королевской кареты. И те король узнал, что это конюшни маркиза де Карабаса. Это сады достойного маркиза де Карабаса. Это мельницы славного маркиза де Карабаса. Так что, в конце концов, он полностью уверял в необыкновенную амагацию спасенного им юноши. Тоже тем временем свернул к огромному великолепному замку. А жил в нем не просто богач, а еще и великан, да к тому же людоед и вдобавок ко всему волшебник. Нему-то и принадлежало все то, что крестьяне по приказу кота назвали владениями маркиза де Карабаса. От них-то кот и узнал про великана. Он решил, что людоед не станет есть кота, и без страха явился к нему, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Хозяин замка принял кота с таким гостеприимством, какое было доступно людоеду. Они усели за стол, уставленные лярствами, и завели беседу. Между прочим, заметил кот, ходят слухи, что вы можете превратиться в любое животное. Конечно, стать слоном или львом для вас было бы затруднительно. Ничего подобного, прогремел великан. Для меня это не труднее, чем сменить костюм. Гляди и удивляйся. Увидев появившегося в кресле огромного льва, храбрый кот до того перепугался, что выскочил в окно и по восточной трубе вскарабкался на крышу, хотя в сапогах сделать это было не так уж легко. Но когда людоед, снова принявший свой обычный облик, вновь пригласил его к столу, кот любезно согласился. Я чуть было не помер от страха, признался он, сядя в кресло. А вот еще говорят, что вы легко превращаетесь даже в маленького зверка, например, в крысу или в мышь. Впрочем, это наверняка сплетни, такое даже вам не под силу. Мне не под силу, усмехнулся людоед. А что это ты скажешь? И тут же его громовой голос перешел в тоненький писк, а сам он обратился к крохотной мышке. Тогда кот, а он, хоть и в сапогах, все равно остается котом. Одним прыжком настиг ее, и от кровожадного великана не осталось даже мышиного хвостика. В это же самое время король, возвращаясь с прогулки, захотел посетить величественный замок. Увидев его карету из окна, кот мигом спустился во двор и встретил его величество у самых ворот. «Милости просим, ваше величество!» – поклонился он. «Рады видеть вас во дворце моего господина Маркиза де Карабаса!» «Так это ваш замок, дорогой Маркиз?» – изумленно воскликнул король. «Да он ничуть не уступает королевскому дворцу! Скорее покажите нам убранство его комнат, оно должно быть не менее великолепно!» Маркиз, который уже ничему не удивлялся, помог принцессе выйти из кареты и провел гостей вслед за котом в главную залу. Там был накрыт роскошный стол. Оказывается, людоед ждал в этот день гостей великанов, но те не решились приехать. До них даже слышали, что в замке новый хозяин какой-то Карабас. После нескольких бокалов вина король окончательно полюбил Маркиза как сына, а уж про принцессу и говорить нечего. «Я заметил, мой друг, как моя дочь смотрит на вас!» – подмигнул его величество Маркизу. «И если вы попросите у меня ее руки, то я не стану возражать!» Бывший сын Мельника от всей души поблагодарил государя за оказанную ему честь и уже на следующий день женился на прелестной принцессе. И, конечно же, про кота в сапогах тоже не забыли, он сделался знатным вельможей, а мышей если и ловил, то изредка и только для собственного развлечения. Конец сказки! Продолжение следует...